На новое место регистрации требовали указать, и народ указывал адрес ОМВД, который выдал паспорт. А отдельная пластиковая страница с обратной стороны, ты сам видел своими глазами, что она оттуда вытащила какой-то лист. Да, она его выхватила, он уже был оторванный, но он лежал там. Она выхватила, ой, я забыла там это. Меня вот это вот дело удивило очень сильно. Прямо она вырывала его от меня. Ну интересно, что она за корешок-то там вытащила. Поменялась в лице, в свете кожи, в тело, выдернула его. Она выхватила это сразу, быстренько раз под стол вот так вот руку спряталась. Ну вот наше предположение подтверждается. В том ничего они там предъявляют друг другу, векселят. Вот видишь, тут твой отпечаток вальца стоит кровью. Она действительно только в присутствии двух половинок. То есть в банк нужно две половинки сдать. И эта ценная бумага отправляется куда? В СССР не выходил, что РФ там не вступал. Они никому в СССР не писали в паспорт, не прописали. Все свои ранее поставленные подписи, согласия отзывают. Я вообще хотел бы его аннулировать, эту персону. Нахрен она вообще нужна. Ну мне непривычно, я говорю, привыкайте. Я говорю, ни в каком законе не прописано, что запрещено в МФЦ прописывать в паспорт. А персона хочет у вас как бы погостить. Гражданин, вот это и есть форма 1П. Физически находится, вот это физическое лицо находится в МВД, а регистрирует его по другим адресам. Фактический адрес в МВД, а юридический адрес, по которому и присылают все повестки и т.д. и т.п. Это вот адрес регистрации персоны. Точно, конечно. Вот это прямо фишка конкретная. Регистрации у него нету, а фактически он находится в МВД, там где его и создали. Ты вышел на тот путь, который они не ожидали. Регистрировать персоны именно на их адрес.